Здравствуйте! Православная программа «Путь истинной жизни» продолжает цикл бесед о Боге, о человеке, о жизни. Сегодня с протеереем Павлом Вингольдом, настоятелем Смоленского собора Белгорода, мы беседуем об учителе, об учителе с большой буквы о Господе нашем Иисусе Христе, об учителе человеке, который передает свои знания другим людям, молодому поколению. Прежде всего, отец Павел, я попросил бы вас прокомментировать следующие слова из Священного Писания. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Здравствуйте, дорогие наши зрители, и спасибо вам, Виталий Алексеевич, что вы начали нашу передачу именно с цитирования Священного Писания. Это очень важно и полезно. Тем более, что вот прочитанный вами отрывок, он иногда интерпретируется совершенно неправильно. Но прежде чем перейти к обсуждению вот этой очень важной и серьезной темы, я бы хотел сказать, что речь у нас идет сегодня не о фамилии «учитель». Речь у нас сегодня идет, да, это, к сожалению, вот набившая оскомина уже проблема, так сказать, она везде обсуждалась. Речь идет у нас о самой важной, я считаю, профессии, которая имеется в череде человеческих послушаний перед Богом, обществом и людьми. Человек на этой земле имеет необходимость в сопровождающем его по жизни педагоге, учителе. Педагог – это, собственно, и означает в переводе «детоводитель». И нуждается в этом постольку, поскольку весь тот объем знаний, которые человечество накопило за время своего существования, а это уже более чем 7 тысяч лет, по известному нам с вами счислению, оно нуждается, разумеется, в корректировке, в особом осмыслении и, самое главное, должно быть обязательно, непременно передано из поколения в поколение. Вот задача учителя в том и состоит, чтобы сделать это возможным для всякого человека, приходящего в мир. Представляете? И, как сказал один из классиков, мы, собственно говоря, с вами карлики, которые стоят на плечах у гигантов, гигантов мыслей, которые родило человечество все время своего существования. И вот на эту спину, на эти плечи мы должны подняться с помощью учителя. Поэтому учитель – это профессия такая, долгоиграющая, она стреляет в будущее, она определяет наше будущее во многом. И именно поэтому в Священном Писании, вот в тех словах, которые вы процитировали, так высоко поднято звание учителя. Так высоко. Не всякий может называться учитель. И не всякому принадлежит возможность вот этого возведения в степень истины. Поэтому Господь говорит, что учитель у вас на данном этапе только один – это Бог. Бог – это я. И речь, извините, речь идет не о терминологии, да? Абсолютно. А о смысле, который вкладывается в богословском смысле. Учитель – это нечто непревзойденное. Нет ничего выше слова учитель, понимаете? Точно так же, как отец. Вот это, несомненно, он поэтому и ставит в один ряд – учитель и отец. Отец один у нас у всех, правильно? Он говорит, никого не называйте. Как и наставником, никого не называйте. Учитель один у вас, Бог. Ну, мы будем еще говорить о духовном наставничестве. И непременно к этой цитате тоже вернемся. Так вот, что касается учителей. Я бы хотел, ну, педагогов наших, поздравить их с профессиональным праздником, посетовать, почему только один день им отдается, вот в году, при столь важной и необходимой всему обществу, человечеству и их профессии. Ну, вот поздравили в октябре и разошлись, как бы, и все, и забыли, цветочек подарили. Но я считаю, что каждый день им надо праздновать, потому что каждый день они погружаются в океан, безбрежный океан информации, безбрежный океан ответной реакции, как на них реагируют их дети, которым они преподают. Они погружаются в микрокосм каждого их слушающего, каждого ученика, понимаете? Это же колоссальный труд, войти в обстоятельства, понять, чего он хочет, как его лучше повернуть к этой проблеме и так далее. Колоссальный труд, понимаете? Колоссальный, не оцененный никем труд. Только будущее покоения могут оценить его. Но умные люди это представляют, что значит учить. Ведь мы закладываем на самом деле будущее. Мы легко живем в этом мире. Нас возят опытные шифера, их тоже надо было научить. Воздух нас на самолетах поднимать, пилоты, но где их взять? Ну и так далее и тому подобное. Эти примеры можно множить на самом деле. Это сфера, которая определяет наше материальное бытие. Но преподавание, учительство – это сфера, которая определяет и духовную составляющую нашей страны, если хотите. Не случайно, вы знаете, на Востоке родилась эта мудрость, а потом она, можно найти ее в трудах там величайших военных теоретиков, уж поверьте мне. А смысл этой идеи в том, что если ты не можешь победить врага своего в открытой войне, ну, стань учителем его детей. Мне известно, что положение современного учителя в школе очень и очень, ну, совершенно не то, какое было, когда мы с вами учились. А в каком смысле? Ведь говорят, что сейчас и государство большое внимание уделяет учительству. Ну, вы знаете, государство уделяет совершенно. И зарплаты растут. Новый министр и зарплаты растут. Но не в этом дело. Новый министр образования, да, там, с надеждой мы смотрим в эту сторону, может быть, что-то. Имеется, и наш губернатор Евгений Степанович Ставченко все время об этом говорит и болеет. И я мог бы привести, так сказать, вот свидетельство из его речей. Читаем, читаем, смотрим. Когда он с беспокойством говорит об этой сфере нашего бытия тоже. Потому что он понимает, что в этом будущее. Но, тем не менее, учитель в силу того, что ранее были приняты, возможно, законы, неудобоваримые абсолютно. Возможно, в силу того, что вот впрямую уже исполняется та фраза, о которой я сейчас только что сказал. Научи детей, врагов своих. И ты будешь обладать их будущим на самом деле. В том, что у нас утрачено, нет целеполагания. Вот зачем и чему мы учим детей, с какой целью, чего мы хотим. Для чего нам ЕГЭ нужно? Для того, чтобы расширить возможности поступления детишек в ВУЗы и убрать вот эту вот коррупционную составляющую во время. Для чего? Что это такое? Чему мы учим? Что такое ЕГЭ? Ну, ответь на пять вопросов, пять вариантов у тебя есть и все. Попади в точку. Ну, а учитывать тебе ум, приобретешь ли ты опыт какой-то и так далее. Сейчас я знаю, что очень многие против ЕГЭ восстают, в том числе и вот министр нашего образования восстает против этого. Но я вижу и перспективу, что будет дальше. Потому что точно так же против подобного рода экзаменов, мы же стремимся к европейской шкале ценностей в этом смысле, в образовании тоже. Ведь тоже там, они через это прошли уже. Ну, посмотрите, как в мелких, маленьких странах начинался эксперимент с разрешением двуполых браков, да, потом раз, Франция разрешила, теперь Германия уже разрешила, вот, не так давно первый однополый брак там зарегистрировали. Точно так же в маленьких странах начинался эксперимент с новыми системами браков. Например, в Финляндии что происходит? Мало кто об этом знает, потому что пока молчат об этом. Там нет уже предметного изучения и преподавания нет. А что там есть? Там есть рассмотрение тем. Это же ужас. Допустим, тема ресторан. Вот ты приходишь в ресторан, и что ты там должен делать, и что ты должен знать о пище, о цене, о том, как обращаться с разноязыкими официантами. Вот что ты должен знать. И все на темы. Вроде как практически полезно, да. Ребенок знает, куда прийти, что там сказать, и все. Он опытнее, может быть, многих взрослых. Я, например, не хожу в ресторан. Вот здесь интересно. Вот в последнее время многие лучшие умы стали говорить о том, что школа, институт должны давать не только знания, но и воспитывать человека. Но, опять-таки, как воспитывать? Вы сейчас привели примеры того воспитания, которое нам, как православным людям, чушь, да? Абсолютно, абсолютно чушь. Кстати, вот я вспоминаю, мне верится мотив, это помните? Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Там были прекрасные слова такие. Вычитать и умножать, да? Малышей не обижать. Учат в школе. Вот смотрите, как бы две части нашего. Да, знания и воспитания. Знания и воспитания. Информир. А сейчас не знания, а просто информирование. А ты сам как можешь там, выбирай точки вот пять. Ну, в жизни не бывает так, что пять вариантов тебе. Ты должен выбрать раз и навсегда. Поступить так, как тебе велит совесть. А совесть – это образ Божий. И образование к этому должно сводиться, на самом деле. Вот почему Господь говорит, никого не называйте учителем. Потому что научить можно и плохому, правда ведь, да? А Господь – высшая мера справедливости, правда, есть истина. А здесь есть путь истинной жизни, как ваша передача называется, собственно. Вот почему. Вот откуда скрытый смысл этой фразы вдруг появляется. Это очень насущная фраза до сих пор. Понимаете? А ведь дело идет к тому, что, посмотрите, я к чему веду. Что позиция педагога, детоводителя, уникальная в человеческой природе, и только в человеческой природе сущая, она ликвидируется. Элиминируется из нашего бытия. Это информатор какой-то там. Это хочешь, не хочешь, смотри, не смотри. С точки зрения правовой, посмотрите, учить. Я говорил, что его место не то, помните? Вы сказали, да вот, перебили меня там. Не то, абсолютно не то. Не то. Потому что, во-первых, он сейчас заключает по трудовому нашему кодексу на год контракт. Я вот, честно говоря, в зоопатче говорю, ну куда же вы, дорогие мои чути, я там смотрели, когда ЕГЭ это вводило. Здесь же ваша была вот нрав, здесь совесть. Вы что, не понимали, к чему это ведет? Ну, некоторые пытались со мной спорить, а что, почему это плохое. Потом большинство стало соглашаться года через два, через три. Третье там просто глаза. Я понимаю их, почему, почему они прятали глаза. Потому что они ничего не могли сделать с этой системой. На контракте, на контракте. Вот он подписал все, хорошее, плохое, вот ты не исполняешь по перечню все. И там выступаешь против. Да зачем нам нужен такой там, суетной какой-то? Чего его терпеть? Да полное. Полное. Ну и надо сказать, что ведь в учительские кадры мы же не всегда лучших-то брали. Помните, они всегда по рейтингу учительские институты у нас были ниже, чем физматы какие-то, юридические, да? Всегда ниже. Я уж не говорю о том, что учитель, это же мужского рода, понимаете? Не женщина. Должен быть мужчина. Где у нас единицы? Единицы, вот он пришел и на контракте, за ним семья, за ним. Куда он, чего он, как говорится по-русски, рыпаться, куда будет он? Вы понимаете, еще страшное, что происходит, это демократизация, да? У нас идет в сторону либерализации, да? И обязательно здесь присутствует что? Смотрите, триада демократизация, либерализация и приватизация. 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 Это мое. Я могу на этом, это услуга, если хотите, я могу на этом какие-то дивиденды собрать. Я не имею в виду сейчас вот эти поборы, о которых много говорилось. Где мы с вами, на каких уроках приводим человека в состояние, которое очень трудно описать, любви к родине, видение перспектив себя вместе с родиной, слияния, где происходит, моей личной судьбы и родины, вот моего народа. Где мы можем наблюдать вот соединение личности моей с тем, что меня окружало, с тем, что за моей спиной, как история лежит. С тем, что называется вообще, ну, понимаете, смысловым стержнем нашего бытия. Вы не поверите, я, ну, в конце прошлого вот учебного года, да, вместе с военными, тут по распоряжению министра обороны, в нескольких школах пришлось, не буду их называть, побывать на аналитических собраниях. Речь шла о формировании нового, новых классов, юнармии. Министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, генерал-мэр, написал вот указание, в соответствии с которым надо идти в этом направлении действовать. То есть понятно уже в Министерстве обороны, что у нас этого не достает. Не просто патриотическое воспитание, там тысячи отчетов, вы сейчас все прекрасно, все состоит, все. Не хватает вот этого стержня в человеке. Он не понимает, нет у него мотивации. Вот он приходит в армию, а почему я должен? Мотивации нет, вот я с этим сталкиваюсь тоже. А раз нет мотивации, он не чувствует себя гражданином страны. Он не понимает, что за ним, и что впереди он не видит. А зачем? Я не буду вам говорить, что некоторые молодые солдаты, призванные год назад, допустим, говорят, а почему я должен туда-то ехать? Два года уже ведь операция в Сирии идет. Как замотивировать, что надо ехать туда, надо исполнять свой долг? Не понимаю, потому что нет этого. И вот вышел приказ, мы были в школе с офицерами нашего гарнизона, так родительское собрание, родители только задавайте, мы хотим, потому что мы чувствуем, что они превращаются в ничто, в какую-то вот размазню, биомассу. Их можно и туда размазать, и сюда размазать, в них нет стержней. Почему Навальный-то вот легко так утвердился именно в детско-елнышской среде? Почему они его там готовы признать за лидера и тогда? Потому что в них нет стержней. Они не видят своих перспектив, как граждан страны. И в этом виновата прежде всего школа. Почему? Да потому что вот как малышей не обижать, она не учит. Нет образования. Ну вы так такую безрадостную картину нарисовали. Нет, вы напрасно, напрасно. Если так же увидели меня в вашей передаче и наши зрители, я буду очень огорчен. Нет, нет, слава богу, мы видим вот эти проблемы, мы пытаемся их решить, я же не договорил. Вот родители, наши люди, обычные люди, 30-летние, 40-летние, мужчины, женщины, они обеими руками говорят, да, нам этого надо, мы не... Они еще помнят, помнят, как нас воспитывают. Ну там, конечно, прикрытие идеологии было, покрытие большое, но мы же росли как граждане своей страны. Мы ее любили, мы за родину готовы были, понимаете? Да, тут речь идет о нравственных ценностях, которые тоже должен передавать учитель, педагог из поколения в поколение. Вот личность учителя, как она важна, понимаете? Ее нивелируют, вот о чем я опять говорю. Бесконечные отчеты, зачеты, там все это он сидит, пишет. Когда ему готовиться к уроку? Когда ему на Васю Пупкина посмотреть пристальнее, увидеть в нем человека? Написать в нем эту икону, где эти мазки, о которых он должен подумать? С чем он должен поступиться? Понимаете? Это глубоко несчастные люди, ведь многие из них, они горят, они хотят, они могут самое главное, но им не дают вот эти тенеты, бюрократические отчеты, там все-все-все-все. И в конце концов он слезает на эту канву привычную там и становится абсолютно бесцветным и, в общем-то, ненужным никому персонажем. В связи с тем, что Вы сказали, возрастает роль духовного наставника, а это может быть и священник, это и родители могут быть духовными наставниками, и учителя, конечно. Учителя ведь, понимаете, у нас вот есть как рудимент, классное руководство, оно как раз это и предполагает. Вот я помню, у нас Вера Васильевна Деревянко, я не забуду своих учителей, по именам всех помню, люблю, несмотря на то, что, ну, во многом и часто было от них и справедливо наказуем, понимаете, за свои там проступки всякие и так далее и тому подобное. Я не всегда был блестящим учеником, прямо скажу, не всегда, блин, хотя потом там поступил в один ученик, во второй там и дальше учился. Учился успешно всегда, надо сказать, благодаря вот этим ученикам, они привили любовь к учебе. Так вот, классный руководитель, с ним же можно было обо всем поговорить, не только про инфузорию Туфельку, она у нас биолог была, Вера Васильевна, наверное, покойная уже, к сожалению, Деревянка, да. С ней можно было поговорить о жизни, она давала тебе наставническое такое предположение о том, как ты должен действовать. Ты был свободен абсолютно, это не армия была, то есть иди сюда, вот делай так, можно так, можно так, но лучше было бы вот так. И все это было, понимаете. Я, честно говоря, в прошлом году разговаривал вот с одним из руководителей нашего духовного образования, они тоже не будут называть, не дай бог, и говорю, ну слушайте, вот приходят эти вот бумажки, у нас же все сейчас, бакалавриаты, вот эти магистратуры, то есть все под Европу туда, все непонятно как-то, все, программы сокращаются, вот опять информирование, личность пытается опять и здесь, тоже в высшей школе сгладить, на самом деле. Тоже отчеты, примерная схема одинаковая, вот уничтожение личности, не нужны личности, никто там за это не спрашивает. Нивелировать все, все одинаковые. Ну, как мне один прихожанин сказал, говорит, а зачем это все вот, вот это все? Они же хотят из нас сделать вот людей, которые открывают газовый экран и закрывают по команде, все. А там это все не надо, ни ваша там духовность, ни какие-то там законы более мариота не надо, да. Ну, может, они и нам не шибко пригодились, правда, между нами. Это, может, антипедагогично, я скажу сейчас, но как бы так вот. А сейчас и вообще ничего не нужно. Открыл, закрыл, все. Для этого движения простого, одной руки, особо там ничего не надо. И вот все к этому сводится. Он в Финляндии уже, я говорю, на темы перешли. Нет уроков, а есть темы. Тема ресторана, тема дома, в трамвае, где угодно. То есть личность учителя является главенствующим, главенствующим вот в этом положении. И духовно, где он, откуда мама с папой? Я знаю людей, которые, да, ушли вот из-за того, что в школе недополучают вот этого духовного, да, опыта. Они ушли на домашнее образование. Ну, они же не в силах, понимаете. Он работает, она работает. Ну, что там опять? Как у Райкина получается. Помните, когда там он миниатюру, один там шлепнет, другой там похлопает, третий напомнит, третий постучит. Вот и все воспитание, на самом деле. Так не должно быть, конечно. Не должно быть. Но от личности, от его вот уверенности в своих силах, от его надежды на то, что все исправится, и от любви к детям очень многое зависит, понимаете. Вот выстоять мы сможем только с такими людьми. И я их знаю. Поэтому вот никакого пессимизма, ничего, мы преодолеем. У нас, знаете, тоже вот и в армии были проблемы очень серьезные. Очень серьезные. Ничего, потихонечку мы так вот выворачиваемся. Потому что они нас не возьмут. Без боя мы не сдадимся. И я знаю, что множество есть последователей, очень хороших людей, интеллигентных, настоящих, любящих Россию, любящих вот свое дело. И могущих, самое главное, сделать то, чего от них ждет и к чему их обязывает долг. Учительский долг. Нравственным воспитанием занимаются и священнослужители. У нас, наверное, при каждом храме есть воскресная школа, куда ходят дети. Ну, вот, конечно, Владыка об этом имеет большое впечатление. Кстати, вот я Владыку вспомнил, и вспомнились мне его слова, которые он сказал однажды, ну, вот, буквально в начале учебного года он сказал, «Желаю вам пережить этот мученический период, когда вас подтвергают всяческим экспериментам». Очень, очень, лучшего пожелания, по-моему, не скажешь. Вот есть люди, которые переживают это, не ломаются, не уходят, в связи, которую они выбрали. Что касается духовенства, да, конечно, священник во время участия в таинстве и исповеди, он как свидетель там выступает, не как судья. Вот многие этого тоже не понимают. Он, сопереживая тому, кого исповедуют, ну, дает ему какие-то наставления, советы, да, и поэтому вот есть традиция такая, мы говорим о духовном отцовстве таком, но имея в виду те слова, которые говорил Христос, которые вы приводили в самом начале, да, что никого отцом не надо, один отец. Вот. То есть я, священник, это как благочестивый посредник, как свидетель, да, потому что всегда надо иметь свидетеля и добрым постуком своим, и тогда, когда тебя кто-то вот пытается оклеветать, осудить, всегда должен быть свидетель. Вот все. И чтобы свидетельствовать о тех нравственных ценностях, которые незыблемы для нас. Да, незыблемы. Вот я, вот с этой целью я и существую, в этом соль моей жизни, как бы, и профессия моя в этом состоит, чтобы свидетельствовать о тех, и не насаждать их, не укоренять их, а взывать к душе человека, понимаете, потому что в душе это все уже есть заложено. Вот это единственное свойство человека, которое, ну, роднит его с животными. У тех есть вот инстинкты, а в нас есть нравственные чувства. Кант сказал об этом очень хорошо. Говорит, меня потрясает величайший философ. Кстати, могила в Калининграде, все вокруг разлетелось, там же страшная была цитадель, бомбили, стреляли. Все вокруг разлетелось, пух и прах, его могила целехонько осталась, понимаете, как будто мимо него все. Вот вне времени, вне пространства. Он сказал, вот этот Эммануил Кант, великий философ, сказал, что, говорит, меня больше всего потрясает звездное небо над головой. Кстати, вы давно смотрели туда? Посмотрите, это же действительно потрясает. Ни конца, ни края. И внутренний закон, и нравственный закон внутри нас. И нравственный закон внутри нас. Вот две вещи вот этого величайшего человека потрясают. Так вот, в нас это есть уже. И достаточно об этом начать говорить, оно откликнется. Совесть. Почему называют совесть? Потому что совесть есть Бог, а ты с ним сопрягаешься. Совесть поэтому. Весть от Бога. Оно в тебе сидит. Все. И это просто, это легко. Вот если учитель будет исполнять вот эту свою функцию, не просто информатор, не просто распорядителя какого-то, но еще и воспитывать, обращаться к образу Божьему, он будет на первом месте. Кстати, об этом говорили наши классики. Ушинский, Константин, он об этом говорил, что если мы будем обращаться, материальную историю учить, физику, это хорошо, конечно. Но если мы не будем обращаться к нравственным началам, то все наше учение ничего не значит. Вы скажете, парадоксально говорю, но Антон Семенович Макаренко, понимаете, который в эпоху пролетарского интернационализма действовал, и тоже успешно довольно воспитывал детей, и, кстати, незаслуженно абсолютно забыты его методы. Вот мы обращались, там, Монте-Сори какой-то, еще кто-то там, слава богу, от Сороса отошли, я вам скажу. Ведь Сорос у нас командовал в школах, понимаете, Сорос давал эти гранты, наши же учителя, директора ездили, везде там восхищались, как это все хорошо, там, Хэллоуины всякие нам тут привозили, заставляли детей. И возмущали еще, я помню, в спорах, батюшка, это же день всех святых. Пришлось объяснить, пока они, ой, за голову схватились, ну вот нам так сказали. Так и говорят, вот, все обманывают, в оболочку, на, кушай, на самом деле. Потом стали говорить о правде, да, мы хотели там языковую, там, обструкцию устроить, чтобы вот такое было у них, там, погружение в язык, через Хэллоуин, что ли, надо делать. Ну, через вещи, которые детям понятны, мир, природа, жизнь вообще. Ну, не мое это, не об этом я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что на самом деле, понимаете, незаслуженно мы забываем, незаслуженно мы забываем то, что у нас есть на самом деле. И почему-то вот тянемся туда, туда, туда. Почему это происходит? Я знаю это, потому что нет стержня. Того самого стержня, о котором мы говорили, который должен начинать взращивать в маленьком человеке, вот тот, кто взял его за руку и ведет. Педагог. Спасибо, отец Павел, спасибо за эту беседу. Мы говорили сегодня с отцом Павлом, настоятелем Смоленского собора Белгорода, об учителе, об учительстве, об образовании, о духовном наставничестве. Спасибо вам большое. Все наши передачи вы найдете на сайте мирбелогория.ру. Спасибо за внимание. А я хотел бы пожелать нашим учителям, не унывайте, дорогие мои, и пускай каждый день в вашей жизни будет праздником. Надейтесь на то, что ваши труды, они прорастут в будущем нашей страны через многих героических личностей, ученых, художников, талантов, которые именно вы будете открывать. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok